Девушки отдыхают Сегодняшний классный час проведу с вами я. Мы специально поставили столы именно так, чтобы быть поближе к вам. И поэтому позвольте, я присяду. Тема сегодняшнего нашего класса – «У памяти своя стрела тропа», свои нечитанные строки. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали эту тему? Как вы выбрали эту тему? Почему? Тема является актуальной для вас? Потому что эта тема интересная и хочется про нее что-то высказаться, про нее узнать что-то новое, возможно. Хорошо. У кого какое еще мнение? Это важная тема, ребят? Достаточно. Пожалуйста, Настя. Правильность. Пожалуйста, еще важная. Потому что она про… Да. Ты правильно говоришь? Конечно. Еще, ребят, какие-нибудь высказывания есть? Нет, нет. Поэтому поговорим. Даша. Почему это тема важна? Потому что нужно помнить то, что было раньше, и те люди, которые вынимают, что мы живем. Хорошо. Ребят, я вам предлагаю с этой темой познакомиться поближе и разобраться в ней. Я думаю, что все вопросы, какие у вас сейчас есть, к концу нашего классного часа, они развеются. Я приготовила для вас некоторые высказывания. Их три. Пожалуйста, пожелания. Кто хочет эти высказывания прочитать? Пожалуйста. Кто? Пожалуйста. Даша, давай ты, да? Да. И Карина. Хорошо? Прочитайте. Пожалуйста. Прочитайте, пожалуйста, эти высказывания. Слово. Пожалуйста. Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память и павших. Угу. Спасибо. Карина. Без памяти мы были бы существованы на линии. Угу. Никита. Тите, помните, ибо жизнь есть, будет, пока чтим память предков. Хорошо. Ребят, как вы понимаете эти высказывания? О чем они? Угу. Можем синить в прошлом? А все высказывания услышали? Все высказывания услышались отлично. Угу. Настя, пожалуйста, как ты понимаешь эти высказывания? Настя затрудняется. Никита? То, что самое главное помнить и не забывать то, что сделает для нас. То, что жизнь, она будет. И она закончилась у некоторых людей, но она продолжилась у нас. Мы должны помнить и, как сказать, чтить их память, их продвиги. Спасибо большое. Вика, как ты думаешь? Ну, я согласна с Никитой, потому что, ну, снова у тебя правильно сказали. Ребята, вот в этих трех высказываниях есть один очень важный элемент, который эти высказывания объединяет. Вы заметили, что это? Какое слово? Помните. Чтите, помните. Помните. Память, да? Верно. Это слово память. А как вы понимаете это слово? Что это за слово память? Что это такое? Валя, как ты понимаешь слово память? Я понимаю то, что когда человек будет всегда что-то вспоминать или какие-то моменты в своей жизни, то, что случалось когда-то. А эти моменты, они только положительные или могут быть и отрицательными? Нет, разные. И отрицательные. Они могут быть и отрицательными. А еще, как Никита, пожалуйста. Память это то, что было в прошлом, то, что идет за нами, за настоящим. Это то, что это часть нам, это наша часть. Чаще всего мы помним положительные моменты. А грустные и печальные мы их помним и думаем о том, как мы могли их изменить. Но когда мы должны помнить, как что прижили наши дедушки и бабушки, это самое главное. Мы не можем это изменить. Мы должны помнить и тортиться этим, то, что мы выиграли. Молодец. Молодец. Отлично сказано. Никита, трогай, как ты. У нас просто три Никита, сразу ворят с тебя. Ну, пожалуйста, Никита, что ты думаешь? Что такое память? И что память значит для тебя? Память надо помнить с параллельно. Вообще, в целом, ребята, что значит память? Что означает память? Это поступки, моменты, которые были в прошлом. В прошлом. Хорошо. Ребята, позвольте я вам зачитаю определение, которое предлагается в словаре. Память – это способность сохранять и воспроизводить прежние события и опыт. Вы очень были близки к этому определению. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, как память сохраняется в вашей семье? Как сохранять фотографии, видео, еще что? Как вы скажете? Еще раз. Как мы сохраняем память о прошлых годах? Старые письма. Старые письма, отлично. Возвольны какие-то вещи. Вещи. А вот вам такой вопрос. А вообще, надо ли это хранить все? Надо. А зачем? Чтобы знать историю своей семьи, чтобы не знать, выгадая это? Пожалуйста. Чтобы помнить и запоминать все поступки тех людей, которые отдали жизнь ради какого-либо поступка. Или главное, какие-нибудь открытия, надо же помнить, кто это сделал. И для чего оно представляет себе данное время. Ребята, я вам хочу рассказать про девочку, которую звали Таня Савичева. Знакомо ли вам это имя? Таня Савичева. Незнакома? Эта девочка жила в лакарном Ленинграде. И она вела дневник. И каждый день она записывала в этот дневник имена погибших. Кстати, сегодня, 23 января, у Таня день рождения было. Почему я вам провела про такую историю? Почему я рассказала вам про Таню сегодня, как вы думаете? Что ценное сделала Таня? Она все свою память хранила. Она записывала все это в дневник. Да, для чего она это делала? Чтобы отправить такие люди. И сшла им зону, чтобы... Чтобы они узнали. А для чего еще? Чтобы люди помнили, кто это был. Помнили, конечно. Спасибо, да. Она это делала для того, чтобы это запомнили. Чтобы это не осталось бесследно. А вы знаете, что 2020 год объявлен день славы и памяти. Год. Слава и памяти. Знаете? Я просто на письме. Вы знаете. Хорошо. А скажите, пожалуйста, почему? Почему 2020 год? Потому что 75 лет. Верно. Конечно. 75 лет окончания войны. И вы знаете, в Самарской области, да и во всем регионе, проводятся массовые мероприятия по этому поводу. Скажите, пожалуйста, о вашем. В вашем селе проводятся какие-то мероприятия? Да. Какие, например? Как вы думаете? 9 мая. 9 мая, конечно. Я вам хочу рассказать про окружные мероприятия, которые проводятся в нашей школе, в селе Старопольске. Возможно, вы были участниками этого окружного мероприятия. Называются они патриотические чтения. Не слышали ни разу про такие? Нет. Это мероприятие посвященное именно по теме войны. Ребята приезжают, то есть участвуют в этих конкурсах. Поэтому я тоже, конечно, вас приглашаю. Ну, давайте вернемся к теме нашего классного часа. Смотрите. Память и слава стоят рядом. В одном предложении. Как вы думаете, почему? Память и слава. Потому что в памяти они могли прославиться чтения. Конечно. Конечно, Карин. Еще кого-то какие-то мнения. Память и слава. Пожалуйста, Никита. Потому что память, то, что сделали наши предки, это слава для всего русского народа. Как они освободили страну от захвата. Как они защищались. И мы должны это помнить. Только это слава для нас. То, что мы смогли одниться. Отлично. Спасибо. А скажите, пожалуйста, ребята, можете ли вы поделиться памятью своей семьи и рассказать о родственниках, прошедшем Великой Отечественной войне? Есть ли у вас такие родственники? Мне кажется, у меня есть у всех, но вот мы их забыли. Или не знаю, возможно. Но, возможно, кто-то из вас помнит. Ну, позвольте, я расскажу. Да, у меня был дедушка, он участник Великой Отечественной войны. К сожалению, тоже незадолго после войны он сразу погиб. И память, конечно, о нем мы помним, чтим его память. И, конечно, никогда не забываем. Ребята, скажите, пожалуйста, вот мы с вами говорили о том, что память, слава, это все надо помнить. А хотели бы вы сказать спасибо ветеранам за то, что мы живем в мирное время. Конечно, я думаю, тут даже без сомнения. У вас есть листочки, на которых написано спасибо. Продолжите, пожалуйста, это. Напишите предложение, закончите видео. Напишите, за что вы хотели бы подарить ветеранам. Спасибо. 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 Закончили? Итак, ребят, я каждого из вас попрошу сейчас выйти к доске и поблагодарить ветерана и сказать, за что вы их благодарите, и свои такие весточки оставить на доске. Договорились? Пожалуйста, начнем с Насты, да? Настя, пожалуйста. Ну что ж, ты, 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 ты. Спасибо, я любил. Пожалуйста. 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 Пожалуйста, дальше. Спасибо, я любил. Настя. Спасибо. Я написала немножко назад и написала спасибо за то, что отдали свои жизни и родили жизни другим. Благодаря вам мы живем мирно. Спасибо вам. Спасибо. Отлично. 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 Отлично за всеない для этого. Отлично. Отлично. Спасибо. Продолжение следует... 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 Говорится о том, как жили дети в этих условиях и привели несколько рассказов. Ребята, а вы слышали о таком документальном фильме, как «Обыкновенный фашизм»? Нет. В интернете вы можете найти такой документальный фильм. Вы уже достаточно взрослые ребята. Я думаю, что вы можете посмотреть этот фильм. Он потрясает своей правдой. И я вам рекомендую этот фильм посмотреть. Посмотреть дома, может быть, со своими друзьями, а может, даже и родителями. Посмотрите. Почему? Потому что это память, чтобы то горе, которое пережил наш народ в сороковые годы, чтобы оно никогда не возвращалось на нашу землю. Поэтому спасибо вам за искренность в сегодняшнем разговоре.